Карта театра войны 1812 года. Карта находится во французской национальной библиотеке, и Россия в ней показана в достаточно необычном составе. На самом деле эта карта есть в двух экземплярах. В одной области закрашены цветом, в другой не закрашены. Предполагаю, что цветом были обозначены территории, которые были завоеваны Великой Европейской Армией. На карте есть две самые крупные надписи. Написано Российская Московия и Московская Тартария. Также здесь есть обозначения царств, которые, согласно официальной версии, перестали существовать уже в 15 или в 16 веках. Так почему эти царства появились на этой карте? Почему написано Российская Московия? Ведь вроде бы, согласно официальной версии, в то время уже была Россия. Что происходило до войны 1812 года и какие люди жили на этой территории? Кстати, как оказалось, карта эта висит в музее Панораме «Бородинская битва», который находится в Москве. Зритель Григорий Ефимов сходил в этот музей и сделал фотографии незакрашенного варианта этой карты. За что ему отдельная благодарность. Чтобы ответить на эти вопросы, предлагаю заглянуть дальше в прошлое и ознакомиться со следующим документом. Книга представляет собой отчет о путешествии в Польшу, в Пруссию, в Курляндию и в Московию. Была издана голландским издателем и книготорговцем Питером Вандер А.А. Сразу оговорюсь, что эта книга достаточно известна. Год назад в Коломенское приезжала выставка с иллюстрациями из книги. Глава 2. Московия Московия или Большая Россия. Также известна под названием Россия Черная. Регион, который находится на востоке Европы. Многие считают, что название Московия происходит от Месяча, сына Еофета. Другие считают, что название происходит от слова Мосах, что означает «влук» или «лучник». Владение этим оружием характерно для этой нации. Люди этого народа начинают овладевать «луком» с самого детства. Москва – столица империи и резиденция царя. Внутренняя часть города называется Китай-город. Замок великого герцога называется Кремелин. С первого взгляда чтений о Московии становится понятным, что что-то здесь не так. Согласно официальной версии, в 1727 году, когда произошло это путешествие, столицей России был Санкт-Петербург. И Санкт-Петербург стал столицей в 1712 году, ровно за 100 лет до войны 1812 года. Согласно этому документу, это совсем не так. Более того, в книге переведена карта Северной Московии, где Санкт-Петербург обозначен на острове Котлин, а на месте Санкт-Петербурга написано «Ноутбург». Очевидно, что здесь картографы ошиблись, и название нужно поменять местами. Название «Ноутбург» – это известное название крепости Кронштадт. Достаточно странная ошибка для столицы государства. Но составители документа не только ошибочно расположили город Санкт-Петербург, но нигде в тексте о нем не упомянули. Так кому же принадлежал этот город? Восточнее от него проходит граница, и территория обозначена как территорией Швеции. Южнее от Петербурга находится территория, которая обозначена как Ингри. Правительство. Что касается названия «царь», считается, что оно происходит от слова «Юлий Цезарь» или «Цезарь Август». Этого князя так боятся, что делают ему почти божественные почести. За его абсолютное желание быть единственным правилом своих действий. Воля Бога и Великого князя неизменна. Крайности. Абсолютная власть князя над своими подданными не знала границ. Первая крайность была то, что цари никогда не женились по своему желанию. Второе. Москвичам запрещалось отправляться в путешествие без разрешения государя, под страхом смерти. Третье правило не позволяло им узнавать любую науку. Хотя третье правило, скорее всего, идет от лени. Как было сделано замечанием Анри Гюльом Людольфом. Нравы. Москвичи имеют большую презумпцию святости. Они смотрят на другие нации христиан, как на неверующих, и считают, что их простое присутствие может их загрязнить. Здесь изображен собор Святой Троицы или Иерусалим. Обращаем внимание на кресты. На этой картине изображено празднование вербного воскресенья у московитов. Здесь прошу обратить внимание на одежду людей. Здесь изображены похороны у московитов. Великая процессия в московии. На заднем плане мы видим три флага необычной расцветки. Так выглядели священники в московии. А так выглядели монахи московии. Одежда у них намного скромнее, чем у священников. Здесь изображены купцы московии. А на этой картине изображены крестьяне московии. На этой картине изображены танцы русских. При просмотре картин нельзя не заметить одну особенность. Почти все взрослые мужчины изображены с бородами. Также все изображены в традиционной русской длинной одежде. И в русских шапках. Однако известно, что по возвращению из-за границы Петр I запретил боярам носить бороды. Указ 1705 года гласил. Обритьи бород и усов всякого чина людям. Кроме попов и дьяконов. А взятие пошлины с тех, которые сего исполнять не захотят. Чуть позже запрещена была торговля русской одеждой. В 1713 году был принят указ, согласно которому запрещено было носить бороды, носить русскую одежду и торговать национальной русской одеждой и сапогами. Торговать можно было только одеждой немецкого образца. Однако на этих картинах действия этого указа мы не и наблюдаем. Также на картинах изображены стрельцы в старинных одеждах. Но если мы посмотрим книгу Александра Висковатова, которая называется «Рисунки одежды и вооружения российских войск», то мы обнаружим, что в те годы военные такой одежды уже не носили. Согласно официальной истории, Петр I провел реформу армии, и все солдаты и офицеры носили форму европейского образца. Так почему же такая разница в том, что увидели голландские путешественники, с тем, что описано в наших учебниках? Здесь может возникнуть вполне резонное сомнение в том, что книга написана в 1729 году. Может быть путешествие состоялось еще до времен Петра I. Однако ничего подобного. В книге упоминается царь Петр Алексеевич, более известный как Петр I или Петр Великий. И также написано, что новый календарь он вел почему-то в 1704 году, а не в 1700, как это описано в официальной истории. Более того, в этой книге описан царь Колокол, и приведены достаточно точный вес колокола и размеры. А как нам известно, колокол был отлит при правлении императрицы Анны Иоанновны. Однако, согласно официальной версии, этот колокол никогда не был использован. Но в книге написано, что колокол висел в башне, которая называлась Иван Великий. Теперь давайте немного посмотрим города Москвы. На этой картине изображен Нижний Новгород. Здесь изображен Новгород. Здесь изображен город Тверь. На картине отчетливо видно, что стены города имеют звездообразную форму. Город Торжок Есть тут также информация про Сибирь. Написано. Сибирь или царство сибирское. Является одним из крупнейших провинций владения русских. Она содержит обширные, бесплотные и необитаемые земли, где нет ни фруктов, ни пастбищ. В эти места царь отправляют тех, от кого он хочет отказаться. В этой стране существует несколько крепостей, охрана которых входит в обязанность москвичей. Самоеды и татары, которые живут на границах. Великий князь держит наместника короля в Тобольске. И все остальные губернаторы соседних областей обязаны подчиняться. Сибирь богата мехами и самым ценным здесь является Соболь. Отдельная небольшая глава здесь посвящена московской тартарии. И также здесь есть карта, на которой нарисована московская тартария. Но которая подписана следующим образом. Курс реки Волга, древнее название реки Ра. Тартария московская и ее жители. Написано, что чам или кам тартаров и его семья носят атласные платья и золотые парчи. Другие носят войлочные шубы и дубленки и шестяную одежду зимой. Содержат много скота, но предпочитают конину. У московитов были следующие города из московской тартарии. Самара, Саратов, Черногарь, Царица, Касимогород, Марума и Терки. Город Саратов. Подписано, что город находился в московской тартарии. Город Марума. Также находился в московской тартарии. Город Черногарь. Царство Астраханское. Город на Волге. Город Зариза. Также можно прочитать как Царица. Город находился в царстве Астраханском на Волге. Город Астрахань. Столица царства Астраханского. А теперь предлагаю еще раз взглянуть на карту московской тартарии. При внимательном рассмотрении здесь можно обнаружить местонахождение Золотой Орды. Также здесь показано расположение, как нам говорят столицы Золотой Орды, города Сарая. Это место подписано как Руины де Сарей или Царев города. Действительно, если на современной карте мы посмотрим на это место, то недалеко от Волгограда мы можем обнаружить населенный пункт Царев. Согласно этой карте, современное расположение Золотой Орды приходится на район озера Эльтон. Но неужели в первой половине 18 века Золотая Орда еще существовала? Ведь согласно официальной версии, Золотая Орда прекратила свое существование во второй половине 15 века. Какие есть еще подтверждения того, что это было не так? На чертежной книге Сибири Ремезова, рядом с землей Великой Московии, мы также видим земли Золотой Орды. Карта датируется 1701 годом. А теперь предлагаю опять вернуться к французской карте театра войны 1812 года. При внимательном рассмотрении можно заметить, что между Великой Нагая и Царством Астраханским есть место, которое подписано как Золотая Орда. И находилась она рядом с озерами Самарли. Подпись снизу можно перевести как «Когда-то это место считалось священным». Ранее я уже находил письменные источники, в которых было написано, что Ордами называли места расположения войск Великого Хана. А Золотой Ордой называли основную ставку Великого Хана. Я представил три источника 18-19 века, на которых по-прежнему изображена Золотая Орда. Поэтому вопрос, когда действительно пала Золотая Орда, остается открытым. Но судя по всему, по каким-то причинам официальная история вынесла все эти события, связанные с Золотой Ордой, почти на четыре столетия в прошлое. Ну а если вы хотите сами убедиться в подлоге традиционной истории, предлагаю вам сходить в музей Панораму в Москве, посмотреть на эту карту и спросить у экскурсоводов или сотрудников музея, почему на карте 1812 года изображена Золотая Орда и против кого на самом деле воевал Наполеон со своей великой армией. Итак, здравствуйте. Мы в Бородинской панораме, которая находится в Москве, на Кутузовском проспекте, между станциями метро Кутузовская и Парк Победы. И вот как раз я хочу показать вам две карты. Вот эта карта, которую мы привыкли видеть в учебнике. Ничего интересного. По данным, которые здесь написаны, карта была сделана в 1812 году неким Савинковым. И все, было бы ничего, если бы удивительным образом здесь рядом не находилась бы другая карта. Вот, собственно, она. Данная карта тоже датируется 1812 годом, но посмотрите, насколько она отличается по стилю. Это якобы карта французская, хотя вот здесь изображен российский герб. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok